Всем привет, друзья! Вы смотрите третью часть про зловы Сайтаму, который пошел против всех. Чтобы посмотреть предыдущие две части, переходите по подсказке или просто перейдите на мой канал. Ну а прежде чем начать, хотелось бы поблагодарить Ляр Сивана за поддержку в создании данного видео и продвижению канала. Посмотрели первые две части? Что ж, с вами, как всегда, Аниманго, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал, мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, в предыдущих сериях. Посчитав Сайтаму угрозы всему человечеству, на него напали все герои. После того, как он разобрался со всеми, появился Бласт, герой номер один, самый сильнейший, и даже он не смог разобраться с нашим Лысиком. Бласт осознал, что в этом мире не осталось никого, кто сможет остановить Сайтаму. И он решил телепортироваться в другие миры и обратиться за помощью, иначе этому миру настанет конец. Итак, Бласт, скрестив свои руки, начинает телепортироваться в другой мир. Он — наша единственная надежда. Без него все живое в этом мире погибнет. Нужно разобраться с Сайтамой. Я готов пойти на все ради этого. Бласт начинает телепортироваться и исчезает. В это время Сайтама и Геннесс пытаются понять, куда он делся. Геннесс, куда это он опять пропал? Учитель, я не могу его найти. Он полностью исчез с моих радаров. Ну, что поделаешь. Бласт, находясь в телепорте, замечает, что его костюм поврежден из-за ударов Сайтамы. Вот же черт, костюм уже не выдерживает. Еще пару секунд. Где ты? Бласт попал в какое-то темное помещение со странными капсулами и жидкостью. Разносится грохот, открываются двери, и оттуда выходят три незнакомца, которые выглядят очень опасно и настроенные всерьез. Кто ты такой? И что ты тут забыл, а? Ха, вы только посмотрите на его костюм. Что это за клоун? Сугетсу, Карин, не стоит спешить и недооценивать его. Это убедиши было запечатано лично самим господином Аручумару, а он пробрался сюда незамеченным. Точнее, мы заметили его только после того, как он очутился уже внутри. Мы пока что не знаем, на что он способен. Поэтому будьте осторожны. В таком случае я его проверю. Ха, водяные пистолеты! Сугетсу начинает атаковать Бласта, используя стихию воды. Бласт просто стоит на месте, и как только водяные пули, казалось бы, коснулись Бласта, тот просто исчезает из виду. Все трое не понимают, куда он делся. Сугетсу думает, что это, наверное, был какой-то клоун, и как только его пули коснулись его, тот исчез. Но не тут-то было. Позади Сугетсу оказался Бласт, который моментально легким ударом выбросил Сугетсу в стену, впечатав его туда. Джуга в ярости включает свой режим Берсерка и сразу атакует Бласта своим поршневым кулаком. Загремел взрыв, все вокруг начало рушиться. Карин быстро побежала помочь Сугетсу. Дым испаряется, и Сугетсу замечает Бласта позади Джуга. Джуга, осторожно, сзади! Жалкие букашки, вы уже достали меня. Бласт приподнимает свой кулак, чтобы ударить в Джуга со всей силы. Но в эту же секунду его руку охватывает змея, сдерживая его удар. А? Чё? Это что еще за чертовщина? Змея? Змея резко откидывает Бласта подальше Джуга и остальных. Но Бласт, дернув рукой, превратил эту змею в фарш. Он заметил, что остальное тело змеи прячется за дверью. Кто? Или что ты такое? Выходи! Из-за угла выходит человек в образе змеи, с длинными волосами и рукой, которая только что превратилась в огромную змею. Что? Не может этого быть. Монстр? Здесь? Их ведь не должно существовать в этом мире. Хотя я ведь не все знаю об этом мире. Мне нужно узнать от него, где находится их лидер, сильнейший человек этого мира. Мне нужно добраться до него и отвезти его в наш мир, пока Сайтама не перебил там всех. Вижу, ты с легкостью смог проникнуть в мое убежище и разобраться с охраной. Кто ты такой? И что за странный костюм ты нацепил на себя? Сугетси встает на ноги и в порыве ярости кричит, что он его разрежет своим мечом. На что Арачимару отвечает ему, что не стоит спешить. Ведь они должны разузнать, зачем он здесь и кто его прислал. Меня никто не прислал. Я сам направлялся в этот мир. Но не в это место. Я пришел сюда не для того, чтобы драться с вами. Мне нужна помощь. А? Че? Из другого мира? Что за бред? Сугетси, тихо. Я хочу убедиться, что ты не обманываешь нас. Я смогу это проверить. Если ты не будешь дергаться. Договорились? Хм, ладно. Так и быть. Валяй. Арачимару достает свиток и начинает применять секретную технику Яманако. Он лезет в голову Бласта и читает все его мысли. Он в шоке от увиденного. Бесконечные сражения с сильными существами. Разные вселенные и миры. И еще Сайтама, который превосходит всех их по силе. Арачимару был потрясен. Бласт, я закончил. Вижу, у тебя все получилось. Ну, и что вы решили? Я все увидел. Я тебе верю. Я проведу тебя к Наруто. Суигетсу, Карин, Джуга, присмотрите за штабом. Вас поняли. Может, мы тоже пойдем с вами? Я что-то не доверяю этому типу. Нет. Сидите тут и охраняйте наше убежище. Арачимару вместе с Бластом идут к Наруто. А тот удивляется, увидев Бласт, так как на нем очень странный костюм и непонятно кто это. Арачимару, кого это ты привел? И что это за странный костюм на нем? Прозвучит очень странно. Но он прибыл сюда из другого мира. А? Он типа родственник той самой Кагуи или что? Хотя выглядит он совсем по-другому. Нет. Он совсем из другого мира. О, понятно. Как тебя зовут? И зачем ты прибыл сюда? Меня зовут Бласт. Я пришел в этот мир за помощью. Я слышал, что в этом мире есть герой, у которого запредельная мощь. И теперь, встретившись с вами, я уверен, что это вы. А что угрожает вашему миру? Всего лишь один человек, который побил всех сильнейших существ в нашем мире. И возможно, нам настанет конец, если вы не поможете нам в его ликвидировании. Говоришь, что он разобрался со всеми? Ааа, ничего себе. Это он настолько сильным должен быть, чтобы целый мир не мог с ним справиться. Неожиданно в комнату заходит Саски, друг Наруто. Он спрашивает, что Арачумару и этот клон в странном костюме тут делают. Арачумару рассказывает Саске, зачем они здесь. И кто этот человек, который с ним пришел. Как ни странно, Саски поверил Арачумару. Но у него есть пару вопросов. Бласт, говоришь? Как ты узнал о нашем мире? И зачем ты пришел к Наруто? Я знаю про многие миры. Я давно уже путешествую через вселенные и уничтожаю любую опасность, которая угрожает нашему миру. Но сейчас над моим миром нависла угроза, с которой я не могу справиться в одиночку. Я пришел в этот мир, чтобы вы помогли мне уничтожить эту угрозу. Арачумару, ты уверен, что ему можно доверять? Я прочел его мысли и убедился, что каждое его слово правдивое. Можете не сомневаться. Их мир и вправду в опасности. Наруто, ты уверен, что ты хочешь помочь ему? Саски, если их миру угрожает опасность, я готов им помочь. Понятно. Тогда мы идем вместе. Если вы готовы, то нам нужно поторопиться. У нас мало времени. Я тоже пойду с вами. Не думаю, что я буду лишним. Если вы все готовы, мы можем сейчас же выдвигаться. Мне нужно несколько минут, чтобы уладить свои дела. Саски, отведи их на крышу и ждите меня там. Я скоро буду. Ладно. Бласт, Арачумару, идите за мной. Саски и остальные пошли на крышу, пока Наруто заканчивает свои дела. Наруто все рассказал своей правой руке Шикамару и оставил ему свой пост Хакаги, пока он отсутствует. Саски и остальные пошли на крышу, пока Наруто заканчивает свои дела. Наруто все рассказал своей правой руке Шикамару и оставил ему свой пост Хакаги, пока он отсутствует. После чего они оба поднялись на крышу к Саске и остальным. Я пришел сюда, чтобы помочь вам обсудить план против этого сильного противника. Вы ведь не знаете, как его победить? Шикамару, у меня уже есть план. Не беспокойся. Почему ты не делишься им с нами, а? Не хочу вас прерывать, но у нас нету на это времени. Возможно, Сайтама уже уничтожает мой мир. Нам нужно поторопиться. План мы можем обсудить, когда мы доберемся до моего мира. Он прав. Нам нужно поспешить. Шикамару, не волнуйся, мы разберемся с этой угрозой и сразу придем обратно. Бласт просит всех побыстрее собраться вокруг него. Он скрешивает свои кулаки и начинает телепортироваться. Пространство вокруг начинает искажаться. И вокруг них появляется портал в другой мир. Бласт просит всех приготовиться к скачку, после чего портал засасывает всех внутрь. Через мгновение они перемешаются в мир Ван Панчмана. Портал открывается и их выбрасывает в какой-то лес. Бласт встает на ноги, а остальные падают на землю, не ожидав такого. Именно про это я и говорил, когда просил приготовиться к скачку. Откуда мы могли знать, что ты имеешь в виду? Я думал, ты про начало говоришь? Меня чуть не вырвало. Все поднимаются на ноги и осматриваются. Бласт, осмотревшись, понял, что они на окраине города Зе. Где это мы? Мы уже на месте. Посмотрите, вон там. Это город? Был. Но это не связано с нашим противником. Этот город был разрушен метеоритом. О, ничего себе. Тихо. Вы это слышите? Наруто и остальные замерли на месте. И не понимают, что происходит. Берегитесь! Сверху! Сайтама летит прямо на них и бьет кулаком об землю. Так сильно, что ударная волна сбила всех с ног. Что это только что было? Будьте осторожны. Это Сайтама. Это он угроза всему миру. Сайтама выходит из большой домовой завесы серьезным лицом. О, так ты привел с собой своих дружков? Что ж, надеюсь, они будут посильнее тебя. В противном случае, вас ждет та же участь, что и остальных. Что стоите? Показывайте, на что вы способны. Нападайте! Итак, Сайтама посмотрел на Наруто и остальных. И сказал, чтобы те, наконец, показали, на что они способны. Арачимару просит всех, чтобы они были осторожны. И говорит, что знает, насколько силен Сайтама. Так как, когда он залез в голову Бласта, он увидел их битву. Саске! Давай покажем ему, на что мы способны! Бласт останавливает Наруто вместе с Саске, когда те пытаются атаковать Сайтаму. Он просит их биться сразу в полную силу. Иначе они ему не нанесут урона. Наруто врубает режим Хвостатого, а Саске Сусана. Сайтама удивляется увиденному и радуется одновременно. Ого! Давайте! Нападайте уже! Покажите уже, на что вы способны! Наруто вместе с Саске бегут к Сайтаме и атакуют его. Наруто создает несколько раз инсюрикенов и швыряет в Сайтаму. А Саске заряжает стрелу пламенем Аматерасу и стреляет в Сайтаму. Происходит мощный взрыв. Бласт еле успевает переместиться вместе с Арачимару в другое измерение. Бласт, что думаешь? Они нанесли ему урон? Не знаю. Но удар был мощным. Теперь я уверен, что не ошибся. Я верю в нашу победу. Бласт еще говорит, что им срочно нужно вернуться на поле битвы и помочь Наруто и Саске. Арачимару просит Бласт послушать его план. И тот предлагает, что когда все пойдет не по плану, прикрыть его и потянуть время. Бласт спрашивает, зачем ему это нужно. А тот отвечает, что у него есть козырь в рукаве. И с ним они точно смогут победить Сайтаму. Бласт не понимает и говорит, почему бы сейчас ее не воспользоваться. На что Арачимар отвечает, что это секретная и запретная техника, которую он не может применить перед Наруто и Саске. Лишь в крайней мере, когда у них не останется шансов. В это время мы наблюдаем за Сайтамой, который стоит в большой дымовой завесе, которую подняла атака Наруто и Саске. Вокруг обломки домов и зданий виден большой кратер от взрыва, а на Сайтаме нету и царапины. Атака Наруто и Саске даже не смогла сдвинуть его с места. Сделав пару шагов вперед, Сайтама замечает, что его рука охвачена черным пламенем. А? Что это за фигня? Это что, огонь? Но почему он черный? Вот же черт! Мой костюм! Сайтама пытается сбить огонь рукой, но все безуспешно. Его взгляд достанавливается на обломках, из которых клещет вода. Он бежит и подставляет свою руку. Вода испаряется, но это никак не помогло потушить это странное черное пламя, которое начало сжигать костюм Сайтамы. И он в ярости со всей силы дунул на это пламя, вытянув руку, после чего огонь наконец сбился с его руки. Но это вызвало мощную волну, которая стерла все на своем пути, включая Наруто, который теряет форму джинчурики. И Саски лишается своего Сусана, и их откидывает на несколько сотен метров. И после они еле встают на ноги после жесткого падения. В этот момент на поле битвы открывается портал, из которого выходит власт Ярачимару. Ага, не может быть! Неужели Наруто и Саски... Нет, они в нескольких сотен метров от нас за теми обломками. И они живы. Судя по всему, это дело рук Сайтама. А даже Наруто, который был в форме хвостатого, не смог ему ничего противопоставить. Дела плохи. Саски, ты в порядке? Все хорошо. Но какого черта только что произошло? Саски, у меня нет другого выбора. У меня есть идея. Пожалуйста, позаботься о всех, ладно? Наруто, что ты задумал? Наруто осознает, что если их противник насколько силен, что они с Саски не могут справиться даже в своих режимах, у него есть только один выход. Режим Бариона. Но этот режим сокращает продолжительность жизни его пользователя. И поскольку вся чакра связана между собой, та же энергия, созданная из кусочков их жизни, также используется для сокращения жизни оппонента при контакте с ним. Наруто, ты уверен? Курама, у меня нет другого выхода. Саски слышит Наруто и понимает, что он говорит со своим джинчурики, но не знает, что тот собирается сделать. Внезапно они слышат Грохо и понимают, что там дерутся Арачимару и Бласт против Сайтамы. Саски незамедлительно перемещается на поле битвы и видит, что Бласт и Арачимару дерутся против Сайтамы в полную силу. Арачимару призвал несколько сильнейших и громадных змей, которых Сайтаму уничтожает по одному удару. Бласт обменивается несколькими своими сильнейшими ударами Сайтамы и даже смог откинуть его. В этот момент Саски атакует Сайтаму, используя Чидори. Но Сайтама хватает его руку и даже не чувствуя Чидори, ломает руку Саски и швыряет его в обломки. Саски ломает еще несколько костей и начинает кашлять кровью. Он пытается встать на ноги, но из-за сильных повреждений и боли не может сделать этого. Сайтама серьезным лицом направляется в сторону Саски, чтобы добить его. Но в это время к Саске перемещается Бласт, который собирается спасти Саски, переместив его в другое место. Но как только Бласт вышел из портала, позади него оказывается Сайтама. Ты чуть не подпалил мой костюм. Вижу, тебе жить надоело. Хм, ладно. Игры кончились. Вы слишком скучные. Сайтама пытается добить их серьезным ударом, но как только он замахнулся на невероятной скорости, его что-то сбивают и откидывают. А? Что это только что было? Не может быть такого. Это Наруто. Бласт и Арачимару удивились, услышав это, так как не могли представить, что Наруто может быть настолько силен. Вдали от них происходят очень мощные взрывы, которые трясут землю под их ногами. Видимо, Наруто очень далеко унес его с собой. Бласт, сможешь переместить нас к ним? Да, конечно. Подойди. Неожиданно рядом с ними происходит сильный взрыв, и они не понимают, из-за чего он случился. Дым рассеивается, и они видят Сайтаму, который держит за шею окровавленного Наруто, который еле дышит и может противостоять ему. Саски вместе с Бластом Арачимару в шоке и не верят своим глазам. Бласт моментально перемещается за спину к Сайтаме, используя свой телепорт. Но Сайтама замечает это и хватает его своей второй рукой, и обоих швыряет в сторону, после чего посмотрел в сторону Саски и Арачимару. Вы чего это уставились? Теперь ваша очередь. Техника призыва! Сайтама видит, что из-под земли появляются несколько гробов, и не понимает, что это за фигня. Но потом крышки с этих гробов падают, и он видит, что там находятся люди. Наруто вместе с Саски видят их и впадают в шок. Из гробов выходят сильнейшие шиноби всех времен. Учиха Мадара, старший брат Саски. Учиха Итачи и Учиха Обита. А? Это еще кто такие? И почему они вылезают из гробов, а? Это те, кто могут избавиться от тебя раз и навсегда. Сильнейшие шиноби, воскрешенные из мертвых. Используя секретные техники, я сделал их бессмертными. И намного сильнее, чем они были при жизни. Теперь у них бесконечный запас чакр и силы. Сайтама, тебе конец. Опять техника воскрешения? Что это за фигня тут творится? Ага, Саски, Наруто. Не может этого быть. Итачи, Обита, Мадара. Брат, это ты? Наруто и Саски были в шоке от увиденного. Они никак не ожидали вновь увидеть давно умерших друзей, брата и бывших врагов. Они не понимали, зачем Арачимару так поступил. И Наруто был недоволен тем, что Арачимару до сих пор пользуется этой техникой. Но тот объясняет это тем, что у них не было другого выхода. И если бы он этого не сделал, против Сайтаму у них не было бы и шанса. Бласт говорит, что у них нет времени на разговоры. Арачимару дает воскрешенным полный контроль над их телами, чтобы те смогли драться в полную силу. Хоть у Наруто вместе с Саски и есть много вопросов, но сейчас самое главное это остановить Сайтаму. Техника воскрешения? Не думал, что я когда-нибудь буду воскрешен этой техникой. Наруто, а где Какаши? Долго объяснять, да-то-боё. Мы сейчас находимся в другом мире. И этот человек, который стоит напротив нас, очень силен. И мы не можем с ним справиться. Он... Подожди, Наруто-кон. Арачимару, используя технику клана Ямонако, передал всем воскрешенным информацию о Сайтаме и обо всем, что произошло. И Тачи был удивлен тем, что его второй раз уже воскресили. Он понял, что раз воскресили только Учих, то Арачимару надеется, что с помощью их глаза не смогут справиться с Сайтамой. В первый раз, когда его воскресили, он уже знал о том, что так называемый Тоби оказался обитой, и настоящий Мадара был воскрешен позднее. Поэтому он не был так сильно удивлен, увидев этих двоих здесь. И благодаря Арачимару, все трое узнали обо всем, что было до этого времени. В это время Сайтаме стоял и смотрел на все это в недопонимание. Он слегка был шокирован тем, что они появились из гробов. Но это не сильно его волновало. Он думал лишь о том, чтобы поскорее расправиться с ними, так как у него до сих пор в голове было то, что все это началось, с того, что его не пустили на распродажу. Из-за всех этих разборок и попытки его остановить, он в итоге опоздал на распродажу, после чего очень сильно разозлился на всех. Эй, вы! Закончили уже болтать? А? Не терпится потанцевать. Что ж, давай потанцуем. Мадара, стой. Не спеши. Ты знаешь, на что он способен. Нам нужно действовать вместе. Стой! Он прав. Даже я чуть ли не израсходовал всю чакру Курамы. Не путайтесь под ногами. Я сам все сделаю. Хм. Надеюсь, ты посильнее тех неудачников. Мадара побежал на Сайтаму, но тот среагировал на это и ударом с ноги откинул Мадару. А после, с обычного удара, впечатал его в стену и разорвал на мелкие куски. Сайтама подошел к нему и вместо крови он увидел что-то наподобие бумаги, которые были рассыплены вокруг тела Мадары. А спустя некоторое время они начали обратно прилипать к нему. Тем самым Мадара регенерировался. Этот Энсей делает воскрешенного бессмертным. Но Сайтама этого не знал и был удивлен увиденным. О, а это еще что такое? Ты что, все еще жив? Хм. Что ж, как ты там сказал? Давай потанцуем? Мадара пришел в себя и, с ухмылкой встав на ноги, сразу атаковал своего врага, бросив в него кунай, которую, естественно, Сайтама поймал не моргнув и глазом. Но это был всего лишь отвлекающий манерв для выполнения очередной серьезной атаки Мадары. Стихия огня. Великое огненное уничтожение. Сайтама обычным ударом отбивает атаку Мадары, после чего, набрасываясь на него и ударив кулаком, отбрасывает Мадару на десятки метров. Но тот сумел встать на ноги. И, использовав Сусана, он атаковал Сайтаму и впечатал его в землю. Но неожиданно быстро он встает на ноги и на высокой скорости, что даже Мадара еле смог его заметить. Сайтама обычным ударом пробивает Сусана Мадара, который, среагировав на это, резко схватился за меч и замахнулся на Сайтаму. Но тот просто зубами сломал его. Мадара отходит на дистанцию и готовится для атаки. Стихия огня. Песня огненных драконов! Атака Мадары не задевается и там, который выходит из столба дыма, как ни в чем не бывало. Только не говори мне, что это все, на что ты способен. А ты неплох, пацан. Но что ты скажешь на это? Мадара с помощью Сусана складывает печать, и с неба показывается огромный метеорит, который падает на поле битвы. Сайтама посмотрел вверх и, заметив это, незамедлительно прыгнул навстречу к метеориту и с одного удара пробил его насквозь. Мадара был шокирован, увиден. Он не мог представить, что он сможет так запросто справиться с этим. Сайтама приземляется, но тут неожиданно рядом с Мадарой появляются все остальные. Саски, твой ренинган впечатляет. Я горжусь тобой. Итачи. Мадара, сказали ведь не лезть в одиночку. Малец. Я говорил вам не мешаться под ногами. Наруто прав. Нам нужно действовать вместе, иначе нам с ним не справиться. Неожиданно. Наруто падает на колени, потеряв равновесие. Наруто, что с тобой? Как я уже говорил ранее, я израсходовал почти всю чакру Курамы. Наруто теряет сознание и падает на землю. Он приходит в себя в каком-то странном измерении. Он не понимает, где он находится, пока сзади не издастся знакомый голос. Эй, обернись, Наруто. Курама? Понятно. Значит, я уже... Видимо, это наша последняя встреча. Да, кажется, что так. А ты, на удивление, спокоен. Что толку поднимать шум? Жаль, конечно, что я не смог попрошаться с Химовари и Хинатой. Но с Барутой и Каваки все будет хорошо, даже если меня не будет рядом. Погоди-ка, Наруто. Ты, кажется, неправильно меня понял. Если что, я ни разу не говорил, что ты умрешь. Но не думай, что я врал. Надо было уточнять. А что? Ты о чем это, Курама? Если бы я сразу сказал, что плата за силу моя жизнь, признай. Ты бы сомневался ее использовать. Или того хуже. Решился бы отказаться, даже если бы понимал, что иного пути нет. Такой уж ты проблемный парень. Разве нет? Курама... Это прошение, Наруто. Без Хвостатого. Его носитель умирает. Однако, в нашем случае все обстоит иначе. Чакра Хвостатого просто исчезнет. Подожди, Курама, ты... Цена моя жизнь, не твоя, Наруто. Курама... Че, не смотри на меня-то. Вот поэтому с тобой столько мороки. Кажется, время подошло. Мне пора уйти. А ты будь осторожней. У тебя больше нет ни сверхчеловеческой силы. Ни меня рядом. Не будешь себя жалеть. Скоро присоединишься ко мне на том свете. Курама... Наруто. Эй, подожди! Не уходи! Курама, куда ты собрался? Что происходит? Супер... Супердедуля, вы... Курама, не спеши уходить на тот свет. Твое время еще не пришло. Старик, но как такое возможно? Я потерял всю свою чакру. И Аня... Дедуля, вы ведь можете его спасти. Курама, с твоего рождения я пометил тебя специальной печатью и частичкой своей чакры. Как и остальных в остатках. Я предполагал, что вы можете попасть в какую-то беду. И поэтому я предпринял меры, чтобы спасти вас. Теперь, когда твой запас чакры истек, я передам тебе свою чакру. А после ты сможешь восстановить свою чакру. Наруто, теперь, когда чакра Курамы в порядке, я передам тебе свою силу. Теперь, как и в прошлый раз, ты сможешь использовать силу мудреца шести путей. Наруто, будь очень осторожен. Я знал, что существуют другие миры, но не мог представить, что между ними можно телепортироваться. Наруто, Курама, спасите этот мир. Я верю в вас. Наруто, эй, ты в порядке? Наруто приходит в себя в режиме мудреца шести путей. Саски удивленно смотрит на него и не понимает, что произошло. Саски, со мной все хорошо. Можешь не волноваться. Я встретил супердедулю. Это он мне помог. Дедуля? Ты имеешь в виду... Да, теперь я верю, что мы сможем справиться с Сайтамой. Сайтама на высокой скорости подбегает к ним и оказывается за их спиной. Достаточно серия серьезных ударов. Сайтамая. Сайтамой. Продолжение следует...